Уважаемые дагестанцы, сегодня президент на совещании со всеми регионами, правительством, проанализировал ситуацию, определил меры, которые будут вводиться по мере возможности во всех регионах Российской Федерации. При этом он отметил, что самая главная задача – это сохранение здоровья и безопасности людей, и уже потом экономика. Как основа всего остального развития нашего общества, любого региона и всей страны. Мы с вами в рамках указа, который мной был издан, соблюдаем правила безопасности, сокращения угрозы коронавируса. За это время нам удалось добиться определенных изменений к лучшему. Но обстановка в республике очень сложная. Завтра я дам более развернутый комментарий по этому вопросу. К трем часам. Будет возможность всех услышать. Ответы на те вопросы, которые есть в обществе. Я их слышу и обязательно завтра отвечу на каждое из них. По части же нашей дальнейшей жизни она не меняется. Те ограничения и требования, которые в последнее время соблюдались, дали результат. Мы еще не добились улучшения, но мы уже видим стабилизацию. Я еще раз повторяю, я об этом подробно завтра расскажу. Сегодня у нас прошел оперативный штаб, на котором в селекторном режиме участвовали все главы наших районов и городов. Главные врачи и наш главный врач Роспотребнадзора внес мне представление о том, что нельзя отменять этот режим. Пока у нас нет для этого оснований. Слишком высока угроза дальнейшего осложнения ситуации и дополнительных потерь, которые мы можем понести. Поэтому прошу с пониманием к этому исследовать тому порядку, который установлен. Масочному порядку, порядку соблюдения режима безопасности. Хочу поблагодарить тех, кто соблюдает режим безопасности. Мы видим, это отмечается, что режим изоляции соблюдает большинство наших жителей. За это большое спасибо. По мере улучшения ситуации, а мы на это рассчитываем, исходя из тех тенденций, которые отслеживаем, мы безусловно будем ослаблять режим контроля и ограничений. Спасибо большое за понимание.